Итак, мы продолжаем. И вначале я хотел бы показать, как можно сделать рандомным тайлинг. Вот, например, я создал большой куб 1000 на 1000 и накинул на него материал леса. Допустим, я хочу найти этот материал и поменять у него настройки. В данном случае с квикселя у нас предоставляется сразу материал instance и у него есть основа другой материал. Вот у него, если мы выберем материал instance, посмотрим, что он здесь применен. Также хотел быстро по этим стрелочкам пройтись. Вот эта штучка позволяет нам найти материал, ну вернее найти то, что здесь находится, какой-то ресурс. А вот эта стрелка позволяет нам его быстро применить. То есть, если мы выберем ресурс, нажмем стрелку, оно, если оно совместима, конечно, применится сюда. Окей. Вот я его уже нашел. Давайте его здесь откроем. Это material instance. И здесь можно нажать переопределение. То есть, мы можем любой параметр переопределить, что у нас есть доступен из материала базового. И давайте поставим тайлинг, например, 100 на 100. Давайте посмотрим, что у нас получается. И у нас получается, что если мы близко, то в принципе у нас более-менее... Давайте камеру скорость уменьшую колесиком. Более-менее все нормально. Но как только мы смотрим вдаль, мы видим какой-то паттерн. То есть, повторяющиеся участки. И чем дальше, тем больше видно, что это прям точное повторение. И хотелось бы этого избежать. Давайте я покажу, как это сделать. Очень просто. Давайте еще раз перейдем в material instance. И посмотрим внизу parent, на основе которого он сделан. Нажмем на вот эту иконку. Найдем его у нас в папках. Откроем. И посмотрим, что у нас здесь есть. У нас здесь есть тайлинг, текстуры, offset и так далее. Давайте добавим сюда такую ноду, как texture-variation. И сюда в UV передадим result. А то, что получилось, передадим в каждую тексту в UV для каждой мапы. Выровняем через Q. Ну, через Q она так не захотела. Ну ладно. Так. И давайте нажмем apply. Супер. Давайте посмотрим. И уже не видно такого шаблона сильного. Но еще немножко что-то такое есть. Но уже сложнее. Давайте откроем обратно material instance. И посмотрим на параметр texture-variation, random-offset. Нажмем на него. Здесь по умолчанию стоит восьмерка. Также здесь есть random-variation-pattern, на основе которого происходит вот эта генерация шума. Во-первых, можно покрутить вот этот паттерн, выбрать какой-то более рандомный для себя. И если есть желание сменить паттерн, также есть variation-high-map. Но мы ее не будем трогать. Окей. Здесь мы все сохраняем. И, в принципе, вот такой более-менее результат. Я эту штуку применил к материалу земли со снегом. Окей. Куб я удаляю. Дальше. Что я хотел показать, что я пробовал сделать. Я пробовал поменять отрисовку вот этих всех деревьев на ниты. И хотел поделиться тем, что у меня получилось. Во-первых, как проверить, что вообще, можно ли вообще это все подключить. Давайте для начала посмотрим на Project Settings. Посмотрим на Platform. Так, Platform. Найдем Windows. И посмотрим на DirectX. Должен стоять DirectX 12. После этого можем, например, посмотреть здесь. Просто, чтобы мы для начала убедились, что у нас ничего нет. Здесь есть настройка на Knit Visualization. И можем нажать Triangles. Мы видим, что у нас пока нет на Knit. То есть никаких треугольников не рисуется. Мы можем пока не отключать эту функцию. Также можем нажать здесь в консоли команду. Также можно нажимать стрелку вверх, как в обычном терминале. А вот я уже ее набирал. Это Start Screen Rendering. Чтобы ее отключить, можно еще раз ее нажать. Она отключится. Scene Rendering. Окей. И что мы здесь видим? Во-первых, скорость отрисовок разных, отработки различных параметров рендеринга и так далее. И здесь нас интересует количество Draw Call. Вот здесь показано среднее значение, максимальное и минимальное. В данном случае на данный кадр, который у меня отрисовывается здесь. Давайте я еще запущу игру и посмотрим. На данный кадр у меня где-то 1000 Draw Call. Это мало. То есть все, в принципе, очень оптимизировано. Обычно такие сцены занимают миллион Draw Call и так далее. Но здесь объекты низкополигональные, грубо говоря. Ну, они, может, и высокополигональные, но очень хорошо оптимизированы. И мы видим буквально везде 1000 Draw Call. Также, если мы отключим режим игры и посмотрим вверх, у нас все тоже более-менее нормально отрисовывается. Но на большом расстоянии меняются лоды и отключаются, например, там различные shadows, тени. Все становится более-менее плоским. Не очень красиво, но на большом расстоянии мы не играем. Можно эти все параметры настроить. На каком расстоянии какие лоды появляются. Вот. И, в принципе, вот такие показатели. Давайте также посмотрим на Task Manager и попробуем запомнить, что здесь нагружается. Итак, где-то у меня 46-45%. Давайте я приближу. Будем точно смотреть на этот кадр. Посмотрим, чтобы оно там все рассчитало. И в покое оно, скажем, показывало какой-то результат. Окей, 15-18% CPU нагружается и где-то 50% по видеокартам. Ну, понятно, что еще какие-то процессы могут быть запущены и могут как-то влиять на результат. Ну, давайте примерно запомним такую картинку. И давайте включим на нит. Давайте я еще сделаю screen, чтобы мы точно сравнили. Окей. Давайте посмотрим, как включить на ниты. Во-первых, найдем наши меши. Так, где-то там у нас камни. Сейчас найдем. Итак, я нашел наши деревья. Здесь есть меши. Маленькие, средние, большие. Давайте посмотрим. Есть foliage type, а есть просто static mesh. Нас интересуются static mesh. Мы можем нажать, например, правой кнопкой мыши. Здесь есть вкладка на нит. В ней параметр. И можно его включить. Также можно перейти в сам меш. И здесь есть на нит settings. Если он скрыт, можно его развернуть. И здесь есть тоже enable на нит. После этого нужно нажать apply. Ну, и там выставить параметры, которые вам нужны. Также, что такое на нит? На нит, как я понял, это система в реальном времени, которая на основе высот объектов делает ретопологию объектов. То есть это как бы лоды, но генерируемые движком в реальном времени. Вот. И таким образом достигается уменьшение количества треугольников на разных расстояниях. То есть оно более лучше регулирует, чем лоды, которые заранее заготовлены. Но есть нюансы. Давайте их попробуем примерно посмотреть. Ок. Также, чтобы не клацать каждый меш, не включать, я хотел показать, как можно менять различные настройки для одинаковых мешей. Мы просто выберем эти меши. Нажмем Asset Actions. Булк Edit Via Property Matrix. И вот этой матрицей, если они здесь все выбраны, они могут быть не выбраны, если вы выбрали ни однотипные меши, вам нужно будет вручную выбрать. И здесь есть то же самое. На нит Settings. Здесь можно нажать Enable. И оно сразу будет применяться. И нужно нажимать Apply. А вот у нас просто сейчас отрисовка треугольников. Мы видим, что уже что-то отрисовывается треугольниками. Также мы видим, что упало количество дроуколов с 1000 до 700. А то есть с понятия... Ну, то есть хорошо, что у нас упали дроуколы с этой точки зрения. Давайте посмотрим еще раз на загрузку нашего процессора видеокарты. В принципе, сейчас практически тот же самый результат нам. Давайте дальше продолжим. И подключим средние деревья. Вот, я включаю здесь на ниты. Давайте пока посмотрим, что еще добавилось. И больше всего у меня, наверное, вот этих полдеревьев. Так, я им тоже включаю все. И смотрим. Количество дроукола упало до 300. Вот мы видим треугольники. Чем дальше я от объекта, тем меньше, по идее, должны быть треугольники. То есть треугольники больше объединяются. Правда, я здесь вижу какую-то рябь, и они как будто одинаковы. Но, по идее, чем ближе я к объекту, тем более детально он становится. Вот. Ну, вот количество дроуколов где-то аж 170. Ну, 200-270. И давайте посмотрим на то, что у нас выдает процессор и видеокарта. Давайте сравним с показателями, которые у нас были. Ну, процессор как бы загружен меньше, но непонятно почему. То есть, скорее всего, погрешность. Насчет видеокарты, скорее всего, для видеокарты тяжелее отрисовывать вот эти ниты. Потому что там было 48, сейчас 50. На самом деле так и есть. Примерно вот здесь 52-48. Ну, на пару процентов, скажем, видеокарта больше грузится. Что я хотел этим сказать? То, что, во-первых, нужно все замерять перед тем, как вы что-то делаете. Во-вторых, нужно проверять, будет ли это поддерживаться на целевых устройствах. А в-третьих, скорее всего, имеет смысл подключать на ниты, например, когда у вас действительно много полигонов, например, миллионы, 10 миллионов, 100 миллионов, не знаю. И можно тогда экспериментировать. В данном случае очень круто, что количество дроукола уменьшилось, причем качество не упало. Я, наверное, оставлю на ниты, но мы будем наблюдать за этим всем и смотреть, как что лучше. Давайте еще раз проверим, упала ли производительность или нет. Ну, не знаю. Тут сложно сказать, насколько сильно влияют ниты на видеокарты, но мне кажется, немножко влияет. Вот сейчас общие 44-47, то есть показатели практически идентичны. Вот. Напишите ваши результаты, если вы будете проверять у вас систему на нит. В целом, это очень крутая система. Вот этим всем я хотел поделиться и показать какие-то небольшие хитрости. Поэтому я записал отдельное видео. Надеюсь, это тоже будет интересно и полезно. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok